ТРАССА СТО ОДИН Приветствую, в эфире ТРАССА СТО ОДИН Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Правительство страны поддержало инициативу, ужесточающую ответственность за выброс мусора из автомобиля. Только вот не ясно, какой мусор имеется в виду. Окурок, кожура от банана или пакеты, мешки или коробки с отходами. В общем, если нарушение зафиксирует видеокамера, то владельцу легкового авто придется заплатить штраф в 10 тысяч рублей, грузового – 100 тысяч. В повторном случае размеры взыскания вырастет в два раза. ТРАССА СТО ОДИН В России собираются внедрить новую методику расчета компенсации в рамках ОСАГО. Она должна начать действовать в сентябре. Во-первых, средняя стоимость запчастей и работ будет определяться для каждого региона и обновляться раз в три месяца. Во-вторых, в обсуждении СУМ сможет принять участие любой желающий. Документы будут выноситься на общественное слушание. В-третьих, по-новому будут рассчитывать выплаты в случае тотального уничтожения транспортного средства. ТРАССА СТО ОДИН Верховный суд вынес очередное заслуживающее внимания решение. Он оправдал водителя, которого ранее признали виновным, в ДТП с автомобилем, двигавшимся по выделенке, а затем перестроившимся налево на обычную полосу. Мол, виновник не пропустил помеху справа. Однако высшая судебная инстанция постановила правило пропустить того, кто справа, тут неприменимо. Второго автомобиля вообще не должно было быть на полосе для общественного транспорта. Точно так же следует квалифицировать аварии, в которых сталкиваются обочечник и выезжающая со второстепенной дороги машина. Виноват будет первый, так как движение по обочине запрещено. ТРАССА СТО ОДИН Агентство «Автостат» определило топ-5 мужских автомобилей в России, то есть автомобилей с максимальным числом владельцев мужчин. Первое место досталось УАЗ «Хантер», среди хозяев которого представителей сильного пола 90%. Далее идут «Хавейл» F5 и «Тойота Хайлюк» с 87 и 85% соответственно. На четвертой и пятой строчках «Лада 4х4» и «Шевроле Нива». ТРАССА СТО ОДИН Да уж, находчивые автомобилисты в Брянске. 35-летний житель этого города, находясь в суде, где рассматривалось дело о лишении его прав за нетрезвое вождение, вырвал из папки протокол и съел его. Гражданин, видать, думал, нет бумаги, нет дела, но не тут-то было. Его привлекли уже к уголовной ответственности, как лицо, препятствующее правосудию. Недавно Шутнику вынесли приговор 30 тысяч рублей штрафа. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Хакирова. До свидания. ТРАССА СТО ОДИН ТРАССА СТО ОДИН